Журналисты и блогеры сегодня спустились в самое сердце Чебоксарской ГЭС. С чем связана экскурсия по особому объекту, расскажет Марина Рябцева. То, что произошло, допустим, на Саяно-Шушенской ГЭС, когда у них пропали собственные нужды, вот теперь смонтировали такую защиту, чисто она механическая. То есть, если пропадет напряжение и не будет работать там электрическая защита, значит, эта механическая защита, она в любом случае остановит гидроагрегат. Безопасность и еще раз безопасность трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС заставила энергетиков пересмотреть свои взгляды на всю систему защиты. На Чебоксарской ГЭС начали устанавливать дополнительное оборудование на гидроагрегаты. Оно смонтировано уже на двух машинах. Планируется оснастить все 18 турбин. Кроме этого, на гидроэлектростанции идет реконструкция гидрогенераторов. Замена идет, она идет во плановые установленные сроки. У каждого оборудования есть свои сроки, как текущего, так и капитального ремонта. То есть, в данном сроке проводится и замена статоров. О возможных рисках и защите говорили сегодня не только на Чебоксарской ГЭС. Одновременно разговор в режиме телемоста шел на Рыбинской, Нижегородской, Камской, Жигулевской, Саратовской и Волжской гидроэлектростанциях. По поручению Совета гидроэлектростанции в Росгидро была разработана программа комплексной модернизации. Эта программа начала реализовываться в 2012 году. Объем ее прогнозных ценных составляет 445 миллиардов рублей. Стратегически важные задачи специалисты считают и установку очистных сооружений. Предстоит сделать так, чтобы все протечки собрать в единую точку. И в одной точке будут гораздо более эффективные очистные сооружения стоять. И с этой точки будет уже осуществляться отвод воды в нижний гидр. В настоящее время готовятся организационно-технические мероприятия. Процесс это не быстрый. Установить очистные сооружения на ГЭС планируется к 2020 году. Марина Рябцева, Николай Яковлев, Республика.